Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Я сравню для вас два интересных смартфона от компании Samsung OVA 2017 года. Это Samsung J7, это старшая модель серии J и Samsung Galaxy A5. A5 есть еще и A7, но сравнить было особенно интересно, они близки по цене именно эти два телефона. Что такое A-серия, что такое G-серия 2017 года. Отличаются они по внешнему виду, размерам экрана, процессорами, притом A-серия в лучшую сторону. Но и у G есть кое-какие, у G кое-какие козыри есть, давайте же посмотрим на них более внимательно. Посмотрим тогда комплектацию сначала и коробки очень быстро. Коробки выглядят вот так, а в комплекте у нас, как мы видим, комплект похож. Единственное, у A-серии наушники получше качеством, лучше звучат и они вставные. И у A-серии есть еще и переходник, соответственно, на micro-USB, потому что у него Type-C. И зарядка у него чуть большего тока. 2 ампера против полтора у G-серии. В остальном комплект похож. Переходим дальше. Чтобы было понятно, золотистого цвета это G7. Давайте же на него посмотрим более внимательно. Он металлический, на мой взгляд, достаточно красивые полоски сверху и снизу. Смотрится приятно, на мой личный взгляд. Полностью металлический смартфон. На качестве приема сети это никак не сказывается. Ловит очень хорошо, в том числе и навигацию. Ловит, кстати, лучше, как ни странно, чем A5. A5 с 17-го года цвет такой приятный. Синий-голубой-молочный. Сложно назвать одним словом. Цвет такой дымка, лунная. По-разному его называют. Он стеклянный. То есть рама у него металлическая, а сзади стекло. И выглядит тоже, на мой взгляд, очень здорово. Чтобы вам не путаться. Цвета существуют разные. По экранам. Разрешение экранов у них одинаковое. Это Full HD 1920 на 1080. Соответственно, плотность пикселей более 400 у обоих. У G-серии у него 2.5D, бортик стекло. У A-серии тоже. Защитные стекол, разумеется, есть. По экранам могу сказать как. Ну, вы видите, на экране они не сильно, на мой взгляд, отличаются. Я бы сказал, знак равенства, плюс-минус. Технология Super AMOLED. У обоих рамочки небольшие. Притом у G-серии рамочки еще меньше, чем у A-серии. Пальцами никак это не касаешься, когда держишь телефон в руке. Просто по ощущениям сложно сказать, какой лучше. На самом деле, наверное, знак равенства все-таки. Плюс-минус они похожи. Если мы зайдем в настройки, посмотрим, то настройки у меня сейчас выставлены одинаковые, максимальные. Разумеется, это Super AMOLED дисплей. Разумеется, есть. Можно фильтр синего включить. Режим экрана можно включить. Сейчас одновременно стоит на обоих телефонах основной. Можем поставить адаптивный дисплей. Цвета немножко изменятся. Кроме того, можем настроить цвета. Красный, зеленый, синий. Red, Green, Blue. С экранами, я думаю, разобрались. По моим ощущениям, все очень неплохо. Телефоны не дешевые, но и не сильно дорогие. Тут я лично думал, что A-серия будет лучше. Но оказалось, они приблизительно равны. По внешнему виду давайте посмотрим. Смотрим. То есть, по виду они практически одинаковые. Сканер отпечатка пальцев. В нем же физическая кнопка «Домой». Выход из всего. Работает одинаково качественно на обоих телефонах. А вот сверху, ну и кнопки, соответственно, отмечу, что у A-серии подсветка кнопок есть. Кнопка «Назад», кнопка «Список последних приложений». У G-серии подсветки нет, но это не критично. Она не очень сильно нужна. А вот сверху отличия есть. У A-серии есть только фронтальная камера. Ну и датчик, соответственно, освещенности есть у обоих телефонах. А у G-серии есть еще и полноценная вспышка, которая может работать как вспышка, так и как фонарик. В остальном телефоны очень похожи. То есть с правой стороны корпуса у нас есть кнопка включения и динамик. Динамик на обоих телефонах достаточно громкий. Стоит учитывать, что A-серия имеет водостойкость, как флагман IP68. Это очень важное отличие этих телефонов. G-серия этой особенности не имеет, поэтому динамики разные, но звучат приблизительно одинаковые. Сверху у A7, у A5, соответственно, лоточек. Есть и второй лоточек. У каждого телефона по два лотка. В одном сим-карта, во втором сим-карта и карта памяти microSD. Это очень здорово, я считаю, молодцы. Сверху у A-серии дополнительный микрофон. И здесь смотрим у G-серии два лоточка. Здесь тоже два кнопки громкости. Снизу у нас нет ничего, кроме разъема. Соответственно, чтобы нам не путаться, вот этот телефон это A, это G. У A-серии у них USB Type-C, а у G-серии, собственно, только microUSB. И звук идет через наушники 3,5 мм. Качество звука, я бы сказал, вполне себе неплохое. Громкое, качественное, можно настроить. В этом плане Samsung, конечно, молодцы. По производительности, на первый взгляд, отличий нет. Но отличаются они, на самом деле, очень сильно. Если в G-серии процессор Exynos 7870, 8-ядерный, тактовая частота до 1,6 ГГц, то в A-серии, уже близкой к флагману Exynos 7880, тоже 8 ядер, тактовая частота на 300 МГц больше, 1,9 против 1,6. Видеопроцессор одинаковый, но с незначительными отличиями, там версия P2 и P3, это Mali-T830. И у обоих смартфонов по 3 ГБ оперативки. Но разница колоссальная. Если по результатам тестов мы большого преимущества A-серии не видим, там 60 тысяч виртуальных попугаев против 48, то в Bonsai benchmark уже преимущество значительно более. То есть, тест на FPS, здесь флагманский показатель на A-серии FPS, 60, здесь 43. Ну и Geekband 4, если вам важно, тоже каких-то глобальных, глобальной разницы нет. Но по факту J-серия реально очень жестко тормозит в игре World of Tank на максималках. Я не поленился и проверил. Вы видите, FPS падает до 10, что совсем печально, до 13, когда мы играем баталия какая-то. Это на максимальных настройках. Это плохо. Соответственно, A-серия держит очень даже ничего уже близко к флагману. То есть, вы не заметите большого проседания. Да, это не флагман, но и, естественно, флагман это, соответственно, Note и S-серия у Samsung. То есть, виток. Конечно, A-серия более производительная, чем J-серия. Кстати, смартфоны не греются, ни один, ни второй. Сказать же все равно, что J-серия как-то совсем плохая, я тоже не могу. Ребят, кто хочет, конечно, покупает себе китайский смартфон. Я сам пользуюсь китайскими телефонами. Xiaomi покупаю их лично сам за свои деньги. Но здесь мы имеем телефон, который просто не игровой, не для тяжелых игр. Но игры, как Asphalt 8, да и многие другие, пойдут даже на J-серии без проблем. Не думайте, что он совсем тормозной. И в интерфейсе работает шустренько. Я уж в прошлом выпуске попридирался к J, наверное, серии. Ну, наверное, зря все-таки это не флагман. В любом случае, работает быстро. Может быть, есть какие-то микрозадержки, если мы что-то открываем. Но, наверное, это чистой воды моей придирки. В любом случае, какой-то... В любом случае, довольны телефоном будете. Если что, один, что второй вы возьмете, будете достаточно комфортно им пользоваться. Три гига оперативки тоже должно, по идее, вам хватить достаточно надолго. Телефоны, в принципе, похожи. Если мы даже зайдем по менюшкам. Недавно я буквально снимал на J-серию телефон. До конца не раскрылся функции. Если мы зайдем в дополнительные функции, расскажу здесь. То мы увидим, что, во-первых, игры есть. Это лаунчер. Соответственно, можно записать игру. Можно собрать игры в одном месте. Тоже может быть достаточно удобно. Моя любимая фишка, о которой в прошлый раз я не рассказал. Прямой вызов, особенно актуально, это на морозе. Вы достали телефон, у вас звонок. Вы поднесли к уху, сработал датчик приближения, соединилась связь. Быстрый вызов. Мне это нравится тоже на Самсунгах. Это когда мы находимся вконтакте, вправо или влево. Звонок или, соответственно, СМС. Но вы видите на экране в обоих телефонах все это одинаково. Отличия здесь есть только совсем в каких-то мелочах. Настолько, что даже упоминать о них не стоит. Разумеется, ну, экран я вам уже показывал. То есть, есть возможность показывать постоянно включенный дисплей. Вот на обоих телефонах, так как это Super AMOLED-экран. И телефоны настолько сильно похожи в остальном, что у каких-то явных отличий нет. Единственное, поговорим сейчас о камерах. Отличия здесь будут. По камерам что у нас получается? У A-серии 16 Мп фронтальная, 16 Мп основная. У G-серии то же самое. Точнее, 13 плюс 13. Имей в виду, что камера одинаковая. Здесь 2 по 16, здесь 2 по 13. Но на самом деле, если мы говорим о качестве снимков, то приблизительно равны телефоны. Мне сложно сказать, какой из них лучше. С основной камеры. Настройки, если мы зайдем в камеры, то приблизительно они одинаковые. То есть, про настройки. Единственное, у A-серии есть гиперлакс, называется. Это усиление. Это ускорение, точнее, видео. Замедления нет. А у G-серии такого нет, но есть режим спорт. Меньше смазываний. Ну и в остальном панорама, ночь, про настройки и так далее. Это все похоже. Но вот если мы говорим о фронтальных камерах, то тут, конечно, A-серия вчистую проигрывает. Я не знаю почему. Но фронталка у G-серии значительно лучше по качеству, чем у A. А у A-серии, как я не бился, фотки вообще замылены. Жутко как-то. Не знаю. Специально, наверное, сделали, чтобы телефон не был столь хороший, чтобы люди покупали просто Galaxy S7, S8. Скорее всего, в этом причина. Но фронталка здесь ужасающая, говоря откровенно. По оболочке. Телефоны оба работают на Android 7 с оболочкой от Samsung. Мне она нравится. Не знаю, кто что пишет, не нравится. Тормозит. Приятная достаточно оболочка. Свайпами сверху вниз. Снизу вверх открываем рабочий стол. Ярлычки все достаточно приятные. И у меня нет никакого желания, если бы я пользовался личным Samsung, ставить сюда какой-то сторонний лауншер. Но дело вкуса, как говорится. Мне все по душе. Все вполне себе комфортно и нормально. Единственное, я уже не раз упоминаю, моя не придирка, а пожелание. Это если будут и дальше кнопки физические, а кнопки надо здесь нажимать щелчком, то функционал сделать кнопки назад на касание. Но это уже совсем из предела мечтаний. В остальном все достаточно приятно, в меру быстро. И проблем никаких не возникает. Отмечу, Samsung Pay, соответственно, модуль NFC у обоих телефонов есть. Для кого-то это может быть реально важным и склонит к покупке. Поговорим теперь тогда о памяти встроенной. Очень быстро. Здесь 32 гигабайта, плюс карта памяти до 256 гигабайт. Здесь 16. 16 мало, свободно меньше 10, но карта памяти может вас выручить. По сетям FM-радиоприемник, GPS, GLONASS и BADO есть. По приему навигации GPS и GLONASS, конечно, как ни странно, выигрывает более старый процессор, менее мощный. G7 ловит лучше, чем V5. Ну и V5 я не могу сказать, что ловит плохо, но G7 ловит практически как флагман. Это, конечно, удивляет. Далее, что еще? По батарее 3000 и 3600, соответственно, в A-серии 3000, а в G-серии 3600. Но, как ни странно, A-серия чуть дольше проработала в режиме воспроизведения видео на максимальной яркости. Почти 14 часов, здесь 13 с небольшим. Разница небольшая, в любом случае это много. В реальности мы говорим о полноценном минимум рабочем дне, даже достаточно активном. Телефоны держат зарядку очень хорошо, практически неубиваемые. Все-таки процессоры разные, поэтому. Ну, как ни странно, вот здесь более новый, значит, процессор, здесь получше. Но не могу сказать, что он в реальности держит лучше, чем G-серия. Тогда что у нас получается? По большому счету, я вам практически все рассказал об этих телефонах. Они, на мой взгляд, оба интересные. Я понимаю, что сейчас люди будут писать, что в жизни мне купил себе, там, тем более G. Это тоже неправильно. Кто-то просто принципиально не хочет китайцев. У меня нет цели к кому-то говорить, что вот, пользуйтесь Xiaomi, потому что я пользуюсь. А я себе сейчас Xiaomi Mi 5X куплю. Вам, может быть, и не интересно мои рассуждения слушать, но они основные для подписчиков, те, кто со мной давно. Я себе реально сейчас Mi Max 2 продаю, покупаю 5-ый 5X цвет, еще не решил, но, скорее всего, я возьму черный. Но это неважно. Покупая такой Samsung, вы не в принципе, а, я думаю, будете довольны. Если вы играете в танки или в какие-то реально тяжелые сетевые шутеры и хотите через год и через два, когда будут новые игры еще играть, и на максималках я имею в виду, потому что те же танки поставить минимальные настройки будет значительно все лучше. Лучше взять, конечно, A-serie. Она стеклянная, с другой стороны, в некоторых ситуациях он чуть более скользкий, и если он упадет, конечно, шансов больше любой телефон, какая бы защита здесь не стояла, стеклянный разобьется значительно более вероятно, чем металлический. Ну, все равно, даже вот этот фактор можно и не рассматривать. Стекло, металл, главное, не ронять. По факту, экраны практически одинаковые, камеры практически одинаковые, только в A-serie фронталка хуже. Но я думаю, фронталка это больше девушкам актуально. Что еще? Подсветок кнопок нет, мелочи. В производительности уже рассказал, батарея приблизительно одинаковая. Наверное, на этом я закончу. Отмечу, единственное, 159 грамм весит A, 5 2017 года, и 181 грамм весит J-serie. По благодарю магазин QG.RU за то, что предоставили для теста эти образцы. Если кто-то хочет купить, то пользуйтесь скидкой. Она 500 рублей на Samsung по коду Samsung CarStyle. Смотрите внимательно кодом по ссылке под этим видео на YouTube. И самое приятное, что магазин еще вам скидку дает 500 рублей на все Самсунги, любые. Кроме J1 и J2, там скидка 300 рублей по этому коду. Но зато на Galaxy, на любой, и на Note Samsung скидка целых 1000 рублей. Это не шутка, пользуйтесь на здоровье. Если кто-то купил из прошлых выпусков по QG, отпишитесь, чтобы люди верили, что я никого не обманываю, и магазин никого не обманывает, и скидку вы реально получаете. Тут никаких сомнений нет. Ладно, тогда примеры фотографий вы можете посмотреть по ссылке под этим видео. А я же не прощаюсь, я говорю до свидания. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Данных выпусков, с уважением ко всем, Давид. Счастливо.